Коллеги, добрый день! Сегодня у нас для вас еще один интересный гость, активный участник нашего комьюнити Евгений Зайцев, который с удовольствием поделится своим опытом использования Весана, ну и расскажет, наверное, много интересного, потому что у него большая инфраструктура. Евгений, расскажи, пожалуйста, про свою инфраструктуру, про себя, как ты пришел к такой жизни, что ты думаешь про Весан и гиперинвергенцию в целом? Приветствую, меня зовут Евгений Зайцев. По работе я занимаюсь архитектурой внутренней инфраструктуры нашей компании. Чем мы занимаемся? Мы пишем ПО для крупных заказчиков, международных заказчиков, у нас в клиентах есть компании из Америки, из Европы, из России. И для наших разработчиков необходима инфраструктура, на которой они будут создавать тот продукт, который в итоге мы продадим нашим уважаемым заказчикам. И эта инфраструктура должна быть стабильной, она должна хорошо работать, она не должна внезапно падать, у нее не должно быть проблем с производительностью ни по одному из критериев. Поэтому моей, собственно, задачей является дизайн, архитектуры, выбор продуктов, которые мы будем ставить в дата-центры. Ну и, кстати, выбор самих дата-центров тоже является одной из моих рабочих обязанностей. Отлично, ну то есть мы пришли по адресу и сможем с тобой обсудить всякие детали, нюансы построения инфраструктуры, что и было заявлено нашей темой. Ну, соответственно, расскажи немножко побольше про инфраструктуру, насколько она геораспределенная, какие есть интересные особенности, какие используются серверы, какие используются системы хранения данных, ну в общих чертах. Да, поскольку мы геораспределенная компания, у нас несколько дата-центров по всему миру. Кластеров у нас много, они профилированы под определенный тип нагрузки, например, кластеры для VDI, кластеры для более критичных сервисов, кластеры для менее критичных сервисов, которые, соответственно, критичность регулируется внутренним SLA и, соответственно, поскольку мы находимся более чем в 100 странах и центр разработки у нас находится в нескольких десятках стран, пользователи де-факто используют наши системы практически круглосуточно, за исключением небольшого кусочка в воскресенье. Класс. Слушай, это очень интересный опыт, мало у кого, наверное, есть такая большая определенная инфраструктура, и, я так понимаю, она у вас централизована по нескольким центрам обработки данных? Ну, так. Наверное, не просто по нескольким, там их много, но... Есть, у нас есть отдельное присутствие центров обработки данных в России для соблюдения российского законодательства в плане заказчиков, которым необходимо, чтобы их код и их данные хранились на территории Российской Федерации. Для большинства остальных у нас есть дата-центр в Европе и у нас есть дата-центр в Соединенных Штатах. Что касается используемого оборудования, мы практически полностью отказались от аппаратных СХД и перешли на Software-Defined Storage, причем мы прошли это несколькими итерациями, выбирая продукты от разных вендоров. В итоге мы пришли к пониманию того, что самым эффективным с точки зрения как денег, так и ресурсов человеческих является весам. Класс, ну скажи тогда поподробнее, я думаю для всех, расскажи пожалуйста поподробнее про инфраструктуру, что есть, какие СДСы вы пробовали, все ли у вас на VMware, спрошу так, если нет, то на чем еще и как вы двигаетесь, в какую сторону? Я сначала отвечу на последний вопрос, касательно того, все ли у нас на VMware. Мы движемся к этому. У нас был legacy подход, что у нас был Hyper-V. И у нас он на самом деле в некоторых местах есть до сих пор. Мы постепенно движемся в сторону консолидации всех виртуальных ресурсов под большим зонтиком компании VMware. Что касается того, какие кластера у нас есть. У нас есть кластера под VDI, как я уже сказал. Это кластера одноюнитовых серверов на процессорах AMD, односокетные сервера. Ну и тут, кстати, интересно AMD. Многие боятся просто использовать AMD даже вот последних поколений, хотя они сделали большой скачок вперед. Но почему-то есть такое опасение. Да, я эти опасения на самом деле слышал неоднократно, в том числе и внутри нашей компании. Я не буду просто говорить, что AMD это хорошо или AMD это плохо. Я приведу пример одного теста. Мы взяли два кластера, которые примерно схожи друг с другом по практически всем характеристикам. Мы поставили на них одну и ту же версию гипервизора. Мы поставили на них одни и те же виртуальные машины в одном и том же количестве. После этого мы начали загружать кластер при помощи нашей самописной автоматизации, которая эмулировала работу живых пользователей. Причем не одновременно на всех машинах, а с определенным сдвигом и с определенной рандомизацией. В жизни. Да. После этого мы брали, собственно, видеальные машинки и я на этих видеальных машинках пробовал работать. Так вот, кластер Intel перестал быть, моя виртуальная машина перестала быть пригодна к использованию после где-то 85% загрузки по CPU. Это метрики из VMware. На кластере с AMD при 95% загрузке по CPU я смотрел свободно видео в 4K на YouTube. Без каких-либо ладов. Ну, раньше-то вообще нельзя было смотреть видео 4K из VDI технологии, шагнули-таки вперед. Но я со своей стороны скажу, что наши продукты работают одинаково хорошо как на Intel, так и на AMD, поэтому вы можете выбирать, исходя из своих потребностей, исходя из того, что для текущего сайзинга вам больше подходит. Да. То есть тут, опять же, нет никаких подводных камней, все работает одинаково хорошо. Понятно, интересно. То есть кластер под VDI, это, я так понимаю, под VISAN, это гиперконфиденция. Сейчас, по нашим последним прикидкам, построить AllFlash кластер на NVMe и SATA SSD стоит на примерно от 1 до 2% дешевле, чем построить аналогичный кластер на гибридной конфигурации. Классно, да, потому что еще совсем недавно NVMe считалось топ технологии и high-end очень дорого. И до сих пор еще в головах у многих есть мнение, что AllFlash это автоматически можно завозить деньги камазовые. Да, а уж AllNVMe и не то слово, да, или просто NVMe в кэш. Хотя люди удерживаются в глазах, как так. NVMe диски сейчас дешевле, чем SAS диски. Ну, то есть это объективно, это факт, на мой взгляд, у всех вендоров. Примерно так. Окей, это интересно. То есть VDI, VISAN, AMD, ну, передовые технологии, NVMe. Какие еще кластеры у вас есть? У нас есть, естественно, наш Control Plane, то есть менеджмент кластер, на котором крутятся нагрузки, связанные с управлением всей нашей распределенной инфраструктурой. Этот кластер собран на гибриде, то есть это вращающиеся диски. Хватает. Его производительности абсолютно достаточно для той нагрузки, которую выдает наш менеджмент кластер. Ну, это, кстати, интересно. Вот из того, что я вижу на рынке, большинство новых кластеров собирают на AllFlash просто by default. Но вот клиенты, которые давно пользуются VISAN, которые начали с гибрида, они, в принципе, часто не видят никакой необходимости переходить на AllFlash, потому что и так всего достаточно и расширяют существующие инсталляции. Ну и, кстати, еще один маленький, одно маленькое замечание. Перейти на AllFlash ничего не стоит. Вытаскиваешь по очереди диски, вставляешь SSD, потом там меняешь формат дисков. Это все можно сделать, но просто нет такой потребности. Да, это можно сделать, и более того, насколько я помню, это даже официально поддерживаемый процесс. Есть гайд, как это делать, и это все подробно описано. Понятно, интересно. То есть менеджмент без растянутого кластера? Нет, без растянутого кластера. В принципе, мы не чувствуем в этом необходимости, поскольку некоторые менеджмент-приложения кластеризуются сами по себе, внутри себя. Ну, тогда, конечно, это отлично. Это самый лучший вариант, но часто все-таки нужен растянутый кластер, но здесь не тот случай. Окей, понятно. Что-нибудь еще? Нарисание. Сейчас мы начинаем постепенно, очень плавно, очень аккуратно двигать наши продуктивные нагрузки. То есть под продуктивными нагрузками я понимаю наши company-wide сервисы. IT-инфраструктура. Да, по факту IT-инфраструктура, которой пользуются все пользователи, все сотрудники нашей компании, то есть финансовые системы, сервис-деск и прочие подобные вещи. Мы начинаем очень постепенно двигать их на веса. Естественно, предварительно снимая метрики, понимая workflow, понимая, какой именно у них профиль нагрузки по сториджу, по CPU, по памяти. И аккуратно, аккуратно поднимая их и двигая на новые продуктивные кластера с весаном. А метрики вы как снимаете? Тоже интересный вопрос, который часто возникает. Метрики мы снимаем двумя способами. Первый способ простой – это Realize Operations. Ну да, действительно, просто взял кластер, посмотрел, сколько EOPS он генерирует, какая Latency, сколько виртуальных машинок, и там за ночь перенес другой кластер, понял, что всего хватает. Второй источник наших метрик – это опенсорсное решение, это Prometheus. На все продуктивные сервера, которые под операционной системой Linux, у нас автоматически заливаются, конфигурируются и устанавливаются экспортеры. Соответственно, много разных – Node-экспортер, Blackbox-экспортер, Musical-экспортер и так далее. Там, где нужно пост, где экспортер и так далее. И Prometheus собирает метрики автоматически со всех продуктивных систем, которые у нас есть, со всех продуктивных виртуальных машин. Поэтому мы имеем возможность как смотреть метрики со стороны VMware в Operations Manager, так и смотреть на метрики изнутри гостей, что помогает достаточно сильно, когда необходимо понять, какой профиль нагрузки у конкретной системы. То есть можно уже прям точечно переносить бизнес-критичные системы с полным пониманием, что происходит внутри, и того, что производительности целевого кластера вполне будет достаточно. Абсолютно точно. Естественно, любой кластер, перед тем, как вводиться в эксплуатацию, проходит достаточно жесткое тестирование, начиная от просто стабильности и отсутствия ошибок на CPU, памяти и дисках, и заканчивая тестами, например, для Visana, и не только для Visana, на самом деле, в HCI-Bench. Между прочим, великолепный инструмент, очень рекомендую им пользоваться, бесплатный инструмент, который особенно для Visana очень хорошо умеет тестировать, собственно говоря, перформанс вашего кластера за точными гайдами о том, как настраивать HCI-Bench. Добро пожаловать в наши VMware-юзер-группы. Да, на самом деле инструмент очень простой, там есть гайд PDF официальный, его читать совершенно не обязательно, там и так все понятно. И главное, что под капотом находятся общепризнанные либо VidaBench, либо FIO. Вы выбираете. Он просто является оркестратором, разворачивает необходимое количество виртуалок, с которых эти тесты с выбранным профилем будут запускаться. Но также умеет для Visana конкретно в очень интересные вещи, как-то изменение гранулярности съема информации с Visana в последних версиях. Да, это вот в последней версии появилось, действительно. Да, подобные вещи для... и очень красивая статистика, и самое главное, отчеты, которые можно потом как артефакты хранить, и в случае чего показывать вот отчет о том, как был видеоклассер эксплуатации. Ну да, то есть этот у вас процесс отработан, вы переносите постепенно свою продуктивную уже нагрузку, которой пользуется вся компания, скажем так, на Visana, на гиперконвергенцию, а какие еще гиперконвергенции... Да, и отработан процесс тестирования, отработан процесс бенчмаркинга, снятия профиля существующих нагрузок. Это классно, действительно. Всем рекомендую тоже так делать, не просто наобум переходить куда-то, а сначала потестировать, посмотреть. Конечно. Какие еще системы, кроме Visana, вы используете гиперконвергентные или просто SDS? Я так понимаю, что классики у вас не осталось? У нас осталась одна буквально SHD, которая... Вот специфическая задача. Да, там достаточно специфическая задача, и на самом деле вторая вещь, для которой мы ее используем, это как раз-таки миграция из предыдущей нашей Software Defined Storage, которую мы использовали, на Visana. Не всегда это можно сделать напрямую, иногда это удобнее делать через промежуточную SHD. Это, кстати говоря, очень неплохая SHD, которая нам реально нравится, но в нашем случае нам удобнее, конечно, работать с Visana. Понятно. А ну, расскажи про другие SDS. Вы же придерживаете с этого подхода, в принципе? Да, мы использовали из коммерческих SDS, мы использовали Dell EMC PowerFlex, это бывший EMC ScaleIO, да. Помню. Мы, причем мы его использовали как в гиперконвергентной форме, так и в двухтировой конфигурации, когда именно Storage сервера, это отдельные машины с Linux на борту, там, правда, достаточно жесткие требования к тому, какой это должен быть Linux, даже какая версия ядра. Соответственно, мы использовали PowerFlex достаточно долго, мы использовали его как для VMware, так и для Hyper-V, и даже для некоторых Linux машин, мы его тоже использовали, именно BareMetal клиентов. Также у нас был опыт разворачивания OpenStack, и был опыт использования его эксплуатации вместе с Ceph. Сильно пострадали. Я могу сказать, что у нас не было именно таких падений, при которых реально серьезно повреждались данные, но у нас было много то, что на английском называется Close Calls, просто из-за того, как Ceph внутри устроен, там может возникнуть ситуация, что, например, один из дисков просто переполнился. То есть, Ceph не размазывает, например, как это делает тот же самый скилл, или как это делает, например, Visan, у него нет такого, что он абсолютно равномерно размазывает данные по дискам. Там реально может быть ситуация, когда у вас один диск просто переполнился, и это грозит очень серьезными проблемами. В общем, с точки зрения эксплуатации есть много таких косячков, скажем так, которые постепенно работу портят. Ceph это дорого. Дорого в том смысле, что надо держать квалифицированный персонал, который 24 на 7 будет готов подключиться, и ручками через консоль все починить. Да, плюс к Ceph нужно, естественно, прикручивать мониторинг, причем очень серьезный мониторинг, снимать с него много, да, много разной информации. Проблема в том, что многое в Ceph вообще никак не документировано, и что оно делает вообще, в общем-то, непонятно. В итоге вы приходите к тому, что вы пишете патчи для Ceph. Что это enterprise дешевле заплатить за поддержку, и вам всегда помогут. В итоге, по нашим подсчетам, да, Ceph из всех software-defined storage, которые мы использовали, Ceph оказался самым дорогим по DSEO. От Scale.io. Не говоришь что-нибудь плохое про него сказать, просто почему вы движетесь в сторону Vissan от Scale.io? Vissan хорош тем, что он интегрирован в ядро гипервизора. У гипервизора есть понимание того, что это за сторож, как он работает. Интеграция полная, конечно. То есть, если у Vissana, например, есть кворум на уровне объектов внутри самого Vissana, то есть не между конкретными серверами, а между объектами внутри Vissana, это на самом деле может казаться чем-то обычным, да, ну что такого, ну кворум. Нет, это на самом деле очень важно, потому что именно это, например, позволяет Vissana спокойно работать с четным количеством серверов. И плюс, когда же, если у вас что-то вылетает, вы точно знаете, какие объекты у вас были повреждены. Мало того, гипервизор понимает о том, какие объекты повреждены, какие недоступны. Он может засуспендить машину, если это нужно, и он, собственно, это сделает. То есть, у нас, на самом деле, мы крутим Vissana 2016 года. У нас ни разу, ни разу, да, у нас ни разу за все это время не было именно порчи данных. У нас были data availability ивенты, но когда мы возвращали упавший, например, сервер в строй, ну на самом деле, упавший сервер и диск обычно, или диск и диск, когда они возвращались в строй, машины поднимались, максимум, что они делали, они делали проверку диска. Максимум, что происходило. И вот именно этим, именно подобные вещи, они у Vissana очень сильно улучшают жизнь. А улучшение жизни, это по факту уменьшение времени, которое необходимо на day-to-day tasks, на troubleshooting и так далее. Плюс единая точка входа. И отсутствие каких-то там обвязок. То есть, все это интегрировано в асфер клиент, все это через единое окно поддержки. Ну, действительно, это то, о чем мы говорим, и приятно слышать то же самое от практикующих клиентов, у которых Vissana же 5 лет. Окей, давайте тогда поговорим немножко про сайзинг. То есть, как вы делаете сайзинг, какие серверы вы используете, почему вы используете те или иные серверы, есть ли у вас переподписка, но вот тут что-нибудь интересное есть в этой области? У нас есть переподписка в виде Rai по цепу и по памяти. Уу, по оперативке, да, это всегда интересно. Но исключительно из-за того, что мы геораспределенная компания. У нас есть офисы, как я уже говорил, во многих странах мира, и у нас получается движущийся пик нагрузки по разным виртуальным машинам. То есть, централизованный, ну, один сот, центр обработки данных, который вам отключается из разных регионов в разное время. То есть, например, у нас начинается утро, начинает у нас работать, что там, Япония, да, Сингапур, вот эти места. Потом, соответственно, этот пик начинает постепенно двигаться. Включается Россия, сначала там Дальний Восток, потом, соответственно, центральные регионы и так далее. Ну, то есть, нет такого момента, когда работают все VDI-ки одновременно. Нет, в том-то и дело. Именно это позволяет нам делать переподписку, потому что мы знаем, что, например, когда в России уже поздний вечер, да, у нас начинает работать Америка. Но российские-то виртуалки уже никто не использует. Потому что обычно разговоры про переподписку по памяти заканчиваются тем, что мы переподписку не используем и вам не рекомендуем. Но вот есть такие корнер-кейсы, когда действительно это может пригодиться. Да, это очень специфичный юзкейс. Если у вас не так, не надо использовать переподписку по памяти. Вы выстроите себе в ногу. А по CPU? По CPU тоже используем. Ну, вот, разумеется, виртуализация была бы странной. Да, потому что было бы странной. Какие примерно цифры там средние? Около шести коэффициент. В зависимости от кластера он может быть больше или меньше. На VDI он, например, больше. На каких-то серьезных, очень серьезных продуктивных кластерах он, естественно, меньше. Окей, понятно. Ну и, соответственно, утилизация, я так понимаю, у вас поддерживается средняя по вычислительным ресурсам, по сториджу. Ну, по CPU я бы сказал, что порядка 60-70%. Практически постоянно. Это очень высокая степень утилизации по CPU. Обычно я вижу вроде где-то процентов 30. Но не потому, что люди так дизайнят, а просто так получается. Ну, да, потому что, как правило, CPU это самый недоутилизированный ресурс. Абсолютно. Как правило, сначала у нас заканчивается сторож, потом у нас заканчивается оперативка, только потом заканчивается CPU. Ну, или оперативка сначала. Опять же, у нас зависит от кластера к кластеру. То есть, есть кластера, например, у которых постоянно, действительно, около 30%. Есть кластера, у которых порядка 60%. Но, опять же, Realize Operations позволяет нам строить тренды, и мы четко понимаем, когда нам нужно закупать новое железо. Да, а вы дисками расширяетесь? Вот именно в плане SDS, а в плане Visana, или вы именно ноды покупаете? Мы, как правило, расширяемся сначала дисками, потом докупаем ноды. Тоже очень интересно, потому что многие клиенты боятся расширяться дисками. Они такую возможность вообще не рассматривают. И, скажем так, сразу рассматривают то, что они будут докупать ноды. Ну, вот бояться этого не надо. Действительно, диски можно вставить чуть ли не на горячую, в зависимости от конфигурации, от контроллера. Все продолжит работать, емкость расширится. Насколько я помню, даже в последних релизах гипервизоров, именно седьмого ESXi, даже появилась возможность hotplug NVMe. Да, 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 с VMD-драйверами и с некоторыми другими поддерживаемыми драйверами. То есть, hotplug и даже surprise unplug, так называемый. То есть, все это функциональности сильно расширяется. Это абсолютно рабочий подход. Hotplug дисков в Visana это не какая-то проблема. Это абсолютно свободно подходите, добавили новые диски. Соответственно, человек, оператор в клиенте сказал там, либо добавить диски в группы, либо создать новую группу, если вы вместе с чем-то шел. Ну, вот, в общем, этого бояться не надо. Да. Слушай, а именно по форм-фактору серверов, то есть, это двухсокетники, я так понимаю, одноюнитные пиццебоксы, как? Зависит. На самом деле, очень сильно зависит. Например, для VDI мы используем одноюнитовые сервера, односокетные на процессорах... Да, односокетный нос с 64-ядерными процессорами от AMD. Мы немножко были удивлены изменению лицензирования, но в итоге... Поэтому так и улыбаешься. Да. Да. Мы были удивлены изменением лицензирования, но в итоге вопрос так и был решен. И, а что касается, например, продуктивных систем, да, то, что у нас должно работать вообще 24 на 7, мы используем сервера, которые называются PowerEdge FX2. Это коробки, в которые можно вставлять как компьютовые блейды, так и староджовые блейды. И из них собирать потом готовую конфигурацию. Да. Ну, то, что называется Composible Infrastructure, это, я так понимаю, два юнита, четыре ноды. Два юнита, от четырех, там раньше можно было ставить либо две, либо четыре, либо, по-моему, восемь нод. Еще были маленькие четвертушечные, четвертушечные такие блейдики, небольшие, но там были достаточно серьезные ограничения по оперативной памяти, и мы их в итоге брать не стали. Но плюсы этой коробки, собственно, в том, что вы можете как угодно ее набить. Можно, например, просто четыре компьютера, два компьютера, два стороджа, три компьютера, один стородж. Или вообще один компьютер и три стороджа. Причем дисков в нее можно набить очень плотно. Это одна из самых плотных систем, с которой я работал. Диски двух с половиной дюймовые, и, в принципе, она, по-моему, даже сертифицирована под Vissan. Ну, конечно, фикс сертифицирован. Да, фикс точно сертифицирован под Vissan, точно. Это я... Ну, вот это такой тоже специфичный кейс. Раньше, в начале развития гиперконвергенции, очень часто использовали именно конструкцию два юнита, четыре ноды. Сейчас это как-то стало менее распространено. Но вот, насколько я вижу, в основном используют как раз пиццебоксы одноюнитные. Потому что туда можно набить очень много NVMe-шек большой плотности, большой емкости. И, соответственно, больше ничего в жизни-то и не надо. И с ними достаточно удобно работать. Хотя у нас есть и двухъюнитовые, просто обычные рековые сервера, двухсокетные, в которые мы обычно набиваем либо много-много-много 2,5-дюймовых, либо в редких случаях мы набиваем большими 3,5-дюймовыми дисками. Но там еще хорошо, что флешки можно еще сзади сервера тоже использовать. Ну, понятно, да. Слушай, очень интересно. То есть у вас используются разнообразные решения именно в плане серверов. Тут у вас нет какой-то привязки. Плюс у вас используются как односокетники AMD-шные, так и двухсокетники, как Intel, так и AMD. И все это прекрасно работает с гиперконвергенцией. Да. Может, еще какие-то интересные особенности в плане дизайна по сети у вас что, например? Что вы рекомендуете другим в этом плане? У нас 25-гигабитные линки приходят на сами сервера. 25 из new 10. То есть можно уже смело брать 25 вместо десятки. Вот как раз я это и хотел спросить, была подоплека вопроса. Потому что многие боятся до сих пор, но бояться абсолютно нечего. То есть стоит это так же и работает это быстрее, потому что это 25. Именно. Причем вам не обязательно просто разом переходить на 25, менять коммутатор и так далее. Вы можете начать просто с сетевых карт, которые в новых серверах, которые уже поддерживают 25. Стоимость одна и та же. Реально абсолютно одна и та же. А дальше вы уже, ну, в зависимости от того, как вы хотите апгрейдить вашу сеть дальше, вы можете постепенно переходить на 25G. Окей. Ну, то есть в плане дизайна сети понятно. Десяток, в принципе, хватает. Я тоже от себя скажу. Ну, если есть возможность купить 25, покупайте 25. Да. Ну, и время у нас постепенно подходит к концу. Очень интересно, действительно, очень интересный опыт большой международной компании. Порекомендую что-нибудь коллегам, которые собираются переходить на гиперконвергенцию или там, которые используют гиперконвергенцию. Как им дальше двигаться? Если вы решили идти с Висаном, а это, в принципе, хорошее решение, читайте HCL. Самое лучшее решение. Всегда читайте HCL. Лиз совместимости – это вот. Библия для Висана. Действительно, надо очень четко сопоставлять ваше оборудование, прошивки и драйверы, с листом совместимости. Да, и прошивки с драйверами – это тоже очень важно. И даже когда вы обновляете ваш кластер, например, вышел новый патч, например, новая версия самого ядра гипервизора, обязательно проверяйте до того, как вы начнете что-то обновлять, обязательно проверяйте, что то, на что вы обновляетесь, будет находиться в листе совместимости. Используйте новый Lifecycle контроль. Велсм, да, Велсм менеджер. Да, Lifecycle менеджер. Используйте вендорские плагины, они хорошие. Абсолютно. Это сильно облегчает жизнь. Ну, на самом деле, я тоже хотел сказать, что у Висанов на заре было две проблемы. Это то, что можно было неумелыми действиями выстрелить себе в ногу, и второе – это HCL. В принципе, первая проблема решена в интерфейсе, там уже столько предохранителей, что очень сложно что-то сломать. Но вот HCL до сих пор надо смотреть, лучше вручную тоже проверять, несмотря на то, что все предупреждения в интерфейсе также есть. Ну, Евгений, большое спасибо за подробный рассказ. Очень действительно интересный опыт большой компании. Я бы хотел обратить внимание, что несмотря на то, что компания занимается разработкой, компания большая, международная, коллеги выбрали интерпрайзные решения и поняли, что для них это более выгодно. Они хотят заниматься бизнесом и не поддержкой IT-инфраструктуры. Ну, и по моему опыту, многие действительно идут в этом же направлении, даже те компании, у которых сильная внутренняя разработка, потому что они хотят направлять усилия этой разработки не на трэблшутинг решений инфраструктурных, а действительно на бизнес, на зарабатывание денег. Спасибо еще раз, было очень интересно. Спасибо.